Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к римлянам первоверховного апостола Павла. Сегодня мы будем читать шестую главу. Первая тема – крестившись, мы умерли для греха и ожили для Бога. И вторая тема – мы уже не рабы греха, но рабы праведности. Апостол Павел пишет, что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Здесь апостол Павел затрагивает вопрос, которого он уже касался в предыдущих главах этого послания, и мы рассуждали на эту тему. Были наветы на христиан, что христиане как бы совершенно исключили из своей жизни закон Божий, как нравственные принципы. По этому поводу Златоуст однажды сказал, что если бы Христос был бы концом нравственного закона, морального закона, то он был бы началом беззакония. Но это не совсем так. Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Да, так сказано в Писании. Но какими делами закона иудеи оправдывались? Животоприношениями, молитвами. Вот чем они стремились оправдаться. Но кровь агнцев и тельцов, человеческие, пусть даже усиленные молитвы, они не могут никого довести до совершенства. А кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И в этом смысле Христос является концом обрядового закона, прежде всего. А по отношению к нравственному и моральному закону Христос сделал его даже строже. Если в Синайском декологе было сказано «не прелюбодействуй», Христос говорит «даже не смотри с вожделением». То есть нравственность христианства значительно выше, чем нравственность ветхозаветных людей. И это педагогическая мера, они просто были не способны тогда многое воспринять. А некоторые законы прямо принимались по жестокосердию иудеев. Так, например, Христос оценивает закон Моисеев о разводе, что он был принят по жестокосердию иудеев. Иначе бы, чтобы избавиться от своих жен, которые им стали ненавистны, они бы просто их убивали. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли до греха, ведь Христос праведник. Христос исполнил весь закон. А когда мы крестимся в Христа, мы в Христа облекаемся, включая его праведность. Невосприимчивость его ко греху. Мертвость Христа Иисуса для греха мы должны носить в своем теле. Мы умерли для греха, восклицает Павел. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Что значит «в смерть Его крестились»? Смертью Своею Христос смерть попрал. И прежде всего нравственную, моральную смерть каждого из нас. Он умертвил грех каждого из нас в себе самом, когда на кресте Он взял на себя грехи всего мира и умер для нашего искупления, чтобы воскреснуть для нашего оправдания. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот этот текст, 6.4, послание к римлянам, содержит православный взгляд, ортодоксальный взгляд на учение о спасении. И здесь такой вводораздел с протестантской сатериологией. Протестанты настаивают на том, что спасение происходит де юре, а не де факту. А здесь Павел говорит, что не так все просто. Это должно произойти именно де факту. Мы должны начать ходить в обновленной жизни. Но это будет не результат наших усилий человеческих, а результат благодати. То есть мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. Как Христос, сообщая нравственное наставление своим ученикам, он часто повторял фразу «без меня не можете делать ничего». И ходить в обновленной жизни – это значит поменять свой образ жизни. И опять же, это только действием благодати через таинство церкви и согласием с тем, что производит благодать в нашей жизни, мы можем подобное пережить. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, да, он умертвил наш грех, и мы чувствуем неприятие греха. Например, вот я верующий с детства, мне как бы трудно это представить, но вот есть люди, которые жили без Бога, совсем без Бога. Они были неверующими, и они совершали греховные поступки. Потом они стали верующими, но они тоже иногда совершали греховные поступки. И совершают. У них восприятие греховных поступков резко-резко изменилось. Резко-резко изменилось. Если раньше они смотрели на какой-то такой поступок в молодости, особенно как на забавные приключения, то сейчас они воспринимают это как кораблекрушение в вере. В этом преимущество, кстати, неофитов в сравнении с теми, которые вот так с детства ровно стараются идти за Богом. «Итак мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Православная Церковь исповедует, что есть два воскресения. Это первое воскресение и второе. Второе воскресение – это воскресение нашего тела. Когда тело умрет, разложится в земле, потом оно воскреснет, это второе воскресение. Оно не суть важная, потому что все воскреснут. И Григорий Богослов даже пишет, лучше бы было для некоторых не воскреснуть, чем воскреснуть и оказаться в вечном аду. Что же тогда первое воскресение, которое мы должны пережить до момента нашей физической смерти? Это момент обращения к Богу. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то есть до нашей физической смерти мы умершляем в себе грех, то должны быть соединены тоже до момента физической смерти подобием воскресения. То есть это как бы не само воскресение плоти, но это воскресение души. И это более значимо, чем воскрешение тела. Ибо кто имеет участие в воскресении первым, то есть в первом воскресении, в этой жизни, воскрес для жизни в Боге и с Богом, над тем смерть вторая не имеет власти. А смерть вторая – это когда Христос скажет, идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. А первая смерть – это физическая смерть, от нее не убежать. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним. Поэтому не надо говорить, вы не представляете мои муки, вы не представляете мои проблемы, вы не представляете, какая страсть меня одолевает. Не надо этого говорить. Христос все это взял на крест. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, прежде всего, в жизни каждого из нас, что значит упразднено, чтобы оно не господствовало над нами, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо кто кем побежден, тот тому и раб, ибо умерший освободился от греха. Умерший для греха имеется в виду оживший для праведности. И еще в этой жизни мы должны пережить эту смерть для греха, чтобы еще в этой жизни земной воскреснуть, для хождения в обновленной жизни. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Что значит жить будем с Ним? И в этой земной жизни, и в будущей жизни. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже над ним, смерть уже не имеет над ним власти. Вот почему Христос называется первенец из мертвых. Да, до Христа воскрес Лазарь, но Лазарь не первенец из мертвых. Сын Наинской вдовы, он тоже не первенец из мертвых. Потому что они воскресли, а потом умерли. И Лазарь, и сын Наинской вдовы. А вот Христос называется первенцем из мертвых, потому что это другой формат воскресения. Когда воскреснув, уже не умирают. И Павел здесь и пишет, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. И когда мы воскреснем из мертвых, имеется в виду и духовное воскресение, и плотское, физическое воскресение, смерть уже не будет иметь над нами власти. Ибо что он умер, то умер однажды. Христос физически умер однажды. Для греха это событие произошло однажды в истории. И мы вспоминаем, что он был распит при Понтии Пилате. Зачем такие исторические детали? Чтобы напомнить самим себе, что произошедшее однажды в истории, благодаря божеству Христа Иисуса, имеет вечное значение для всех времен. И неприходящая ценность – смерть его. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». И мы должны обогатиться его жизнью, он же принес жизнь и жизнь с избытком, точно так же, как мы спасаемся его смертью, когда он смертью смерть попрал. «Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». То есть мы не можем быть живыми для Бога вне Христа Иисуса Господа нашего, который единый ходатай и посредник между Богом и человеками. Он и Бог, и человек одновременно. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Мы должны приостановить вот эту ситуацию, когда грех царствует, доминирует в жизни мужчин, женщин, стариков и даже детей. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». Ведь наше тело очищено. Наше тело причастно природе его тела. Природе его тела. А его теле сказано, что в нем полнота божества телесна. А когда он воплотился в чреве Пресвятой Девы Марии, он стал сотелесником каждого из нас. И как истинный Бог, он единосущен Богу Отцу, а как истинный человек, Христос единосущен каждому человеку, живущему на земле. Поэтому мы иначе должны воспринимать теперь свое тело. И не предавайте членов вашей греху в оружие неправды, «Но представьте себя Богу, то есть как бы в жертву, как оживших из мертвых, и члены вашей Богу в орудии праведности». Мы действительно ожившие из мертвых, потому что как мы жили раньше, и как мы стали жить после обращения ко Христу, это небо и земля. И если наше тело, члены нашего тела служили греху, теперь мы должны предоставить наши члены Богу в орудии праведности, как сказано, прославляйте Бога в душах и в телесах ваших. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Конечно, мирская порочная логика, она подсказывает другое логическое решение, если мы под благодатью будем грешить. Нет. Совсем наоборот. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом. Закон-то всегда одергивал человека-грешника, но под благодатью. Благодатью истребляются все наши грехи. Неужели это плохая мотивация для того, чтобы что-то попытаться сделать для Бога, исполняя его волю? Помните, как он простил женщину, взятую в прелюбодеяние, но при этом сказал ей, «Иди и впредь не греши». Хотя перед этим сказал, «Я не нахожу тебя виновной». Потому что он увидел сокрушение ее сердца, а, как известно, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И следующая тема – «Мы уже не рабы греха, но рабы праведности». Что же? Станем ли грешить? Потому что мы не под законом, а под благодатью. Это мы видели в первом стихе, теперь это мы видим в пятнадцатом стихе. И тот же ответ – никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Неоязычники любят напоминать христианам то, что они называют себя рабами божьими. О себе неоязычники говорят, а мы дети богов. Но человек реально является рабом того, что господствует над ним. И эти дети богов имеют свои грехи, свои страсти, которые являются таковыми даже с точки зрения их морали и их нравственности. – Мы называем себя рабами божьими в том смысле, что мы свободны от рабства дьяволу, от рабства греха и от рабства страха смерти. Ибо кто побежден, тот тому и раб. И христиане воздевали руки во время молитв, об этом говорится в Новом Завете. В античном мире люди воздевали руки, показывая, что они сдаются в плен, что у них нет оружия. То есть мы пленены царством Бога, мы разоружили себя, весь этот ужасный опыт собственных грехопадений. Мы отрекаемся от него и сдаемся в объятия божественной любви. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? 17 стих. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, то есть подчинившись евангельской истине. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Аллилуйя! Дай Бог! Чтобы праведность Христова, она пленила нас, чтобы благоухание Христовой праведности завладела бы нашим сознанием, миром наших чувств, подчинила себе все и вся. Говорю про рассуждение человеческому. Апостол Павел использует такое словосочетание, может быть, имея в виду, что он не уверен в том, что дальше он будет говорить, но Дух Святой оберегает такого великого подвижника. Его златоуст называл Арфой Духа Святаго от каких-то частностей, от Телагуменов. Говорю про рассуждение человеческому. Ради немощи плати вашей. То есть он проявляет снисходительность. Но для чего? Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. А как мы предавали члены наши на служение греху? Мы глазами смотрели не туда, куда надо смотреть. Мы руками осязали то, что не надо осязать. Мы совершали действия, которые оскверняли наши чревеса. Мы спешили своими ногами идти стезиой греха. Мы использовали руки для агрессии, мозг, сознание для лукавства, хитрости и обмана. И теперь нам надо перестроиться. Да, у нас те же глаза, правда, с годами они видят хуже, у нас те же руки, те же чресла, те же ноги, то же сознание. Но это уже подчинено Богу, Христу. Потому что мы заботимся иметь Бога в разуме. А если мы заботимся иметь Бога в разуме, то мы контролируем наши поступки, а Писание для нас – это Господнее руководство к действию. «Ныне предоставьте члены вашей врабы праведности на дела святые». То есть для того, чтобы, как мы служили прежде сатане Льстивому, помните молитвы, наипаче послужим Тебе, Господи. Хотя, к сожалению, лучшие годы жизни многие отдали, служа сатане Льстивому, но хотя бы в старости послужим Христу Иисусу с большим усердием. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности, у вас не было никаких обязательств перед законом Бога, вы не знали закона и в Бога не веровали. Такое было в жизни некоторых. Какой же плод вы имели тогда? Ну, а какое преимущество было? «Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти». То есть мы творили такие дела, особенно в молодости, которых которых сами стыдимся. Я, кстати, не знаю ни одного христианина, который бы с восторгом вспоминал бы свою молодость и юность. Помните, как Иов многострадальный говорит, «Кости мои напоены грехами юности моей, вместе со мной хотят лечь в могилу». Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. И от такого поступка, любого такого поступка веяло чем-то суицидальным. Но ныне, когда вы освободились от греха, не сами освободились, у нас есть освободитель, Христос, и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. А тут сразу возникает вопрос, а разве в аду не будет жизнь вечная? В Библии сказано, и пойдут сии в муку вечную, в смерть вечную. Да, жизнь-то будет, но Библия как бы не хочет называть жизнью то, что ожидает кого-то в аду. Как однажды один наркозависимый пришел ко мне на прием, и он сказал, я очень страдаю от своих проблем, я его спросил, а чего вы больше всего боитесь? Он говорит, я никакого ада не боюсь, я боюсь ломок. Я ему сказал, так ад наркомана это ломки, он же подпрыгнул от страха, это действительно ужасно. А если мы становимся рабами праведности, это путь святости, конец этого пути, жизнь вечная, вот та самая жизнь, которую принес Христос, жизнь и жизнь со сбытком, которая, начавшись в этой временной жизни, уже не прекращается никогда. Ибо возмездие за грех смерть, возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе наш. Давайте вот этими последними словами удивительно радостными, полными христианского оптимизма закончим сегодняшнюю нашу беседу. Друзья, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Молитесь за то служение, которое мы здесь совершаем и берегите себя. субтитры 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 Субтитры